Знаете, сразу хочу рассказать за себя. Я отлично помню этот день, 24 августа 1991 года, когда мы с пацанами вышли в центр Киева, обнялись, плакали, подняли флаги, знаете, и этот день навсегда был выбит на мраморных плитах моей души. И поэтому для меня независимость это святое. Но мы решили выйти на улицы Киева и спросить у простых киевлян, опять-таки на одном кадре мы не отбираем ответы, которые нам понравились, и спросить, независима ли Украина сегодня? А если они отвечают, нет, она зависима, то мы спрашиваем, а какой праздник тогда мы празднуем, типа, что празднуем? А когда говорят, да, независимо, мы спрашиваем, а что по поводу газа, кредитов и всего прочего? Мне кажется, ответы весьма интересны с приближающимся, самым главным праздником, ну, я так считаю, это самый главный праздник нашей великой страны. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, независима ли Украина сегодня? Как вы считаете? Я считаю... Молодые девушки вам отвесят. А вы почему не хотите отвечать? Здравствуйте, можно вопрос? Скажите, пожалуйста, как вы считаете, независима ли Украина сегодня? Вопрос философский. От кого она называется? Ну, например, от других стран. Вряд ли. А что вы тогда празднуем 24-го числа? Ну, дату. Дату чего? Вы сами и ответили. Да, ты чего? Ну, так если Украина не независима, зачем праздновать? Ну, вы празднули. Ну, вы же знаете, что не, конечно же, зависима. Так скажите, пожалуйста, а что мы тогда празднуем 24-го числа? В смысле? Ну, если Украина независима, то что мы празднуем 24-го? Я не знаю, что вы празднуете. Я не празднуем. В глубокой печали. Ситуация, которая происходит вообще в стране. Смотря от чего. Ну, во всех смыслах, вот от других стран. Ну, во всех смыслах невозможно быть независимым. Ну, вот то, ради чего создавалась независимость. Реализовалась? Тяжело сказать, ну, я не знаю, ради чего создавалась независимость. Ну, нужна ли она вообще в Украине? Независимость? Да. Я считаю, да. Ее нужно строить вокруг этого украинского менталитета и оставлять самое хорошее, что есть. Вот, за 25 лет Украина добилась независимости? Нет. Всегда есть, скажем так, нет предела совершенства. Поэтому всегда нужно идти вперед. Ну, она больше зависит от наших чиновников, скажем так. Ну, вот смотрите, у нас 24-го числа празднуется День независимости. Вот что мы празднуем, на самом деле? Ну, на самом деле, многое зависит не от нас. Мы каждый раз пытаемся что-то сделать, но, опять же, есть какой-нибудь пузатый дядя, который, к сожалению, нас, опять же, ставит на место. Мы освободились, в общем-то, стали независимыми, и Украина как одна единая держава, а не в, как сказать, скопе. А в чем она независима стала? Ну, скажем так, скорее всего, территориально и со своим устроем, но, опять же, этот устрой зависит не от нас. Независима в том плане, что от нее ничего не зависит. Скажите, а что мы тогда празднуем 24-го числа? Свою соседовую. Не могу ответить. Я думаю, нет. Не независима, а зависима. Скажите, а что мы тогда 24-го числа празднуем? Не знаю, честно. Это не ко мне вопрос. Я не знаю, это высот, надо спрашивать. Не знаю, сложный вопрос. Может, зависима или независима? Чего вы записываете? Опрос просто делают. Как люди считают. Не могу сказать, что вы проведете, но независима. Ну, вот 24-го числа вы будете праздновать День независимости? Ну, конечно. Ну, то есть праздник оправдывает свое название? Независима, да. А в чем независимость? Я чуть-то вот не настроена сейчас, честно. Без ответа хотим оставить вот вопрос. Ну, почему вы не хотите отвечать? И что? Ну, от других стран. Ну, нет, ну я независим. Всегда же мне глобальными смертежами. Это можно будет позвать. Вот смотрите. 24-го числа будет День независимости. Оправдывает ли праздник свое название? Добилась ли Украина независимость через язык? Все раз добиваются. Ну, саме, дии на Сходе Украины говорят, что мы должны стать субъектами. То есть, скажем так, есть определенная операция независимости, да, как такой диуре, а вот де-факто как раз воно было не становиться. То, в принципе, я вважаю, что это, до чего нам нужно, как бы, намагаться дойти, как раз до независимости. В принципе, мы на шлифу. Ну, как ни как, смотрите, мы все равно идем, мы берем кредиты. Значит, все-таки, какая-то воля наша есть. Просто, что мы направляем эту волю совсем не совсем в правильном русском. Это не совсем до меня вопрос, если честно. Я так до бюджета совсем далеко, как люди, сторонние. Я говорю, у тебя податки не плачу, так. Потому что у меня официальной работы так нет. Любая страна всегда зависима, в какой-то мере, от любой другой страны. Так что сказать, что она полностью независима, это вряд ли, наверное. Скажите, а зачем нам тогда вообще независимость была в 21-м году? О, девушка, я извиняюсь, конечно, я просто спешу, поэтому не могу серьезные вещи, дочь, я на ходу обсуждать. Ну, я не хочу это обсуждать. Зависимость. А что мы тогда вот празднуем 24-го числа? Покадуку. Что там все делают? Покадуку мы будем праздновать. Мы во всем зависимы. Во всем. И о том, что рассказывают по телевизору на этих телеканалах, это полуправда. Да нет, это не ерундовый вопрос. Что? Это не ерундовый вопрос. Почему? Ну, как вы считаете? Она никогда не была независимой. Ну, а зачем мы празднуем 24-го числа День независимости? Ну, а вы как считаете? Вот вы как считаете? Ну, мне интересно ваше мнение. Ну, мне ваше интересно. Я вам не скажу свое, мне интересно ваше. За выходной день. Наверное, скорее всего нет. Скорее всего что? Нет. Независимо. Независимо? А как же вот кредиты, газ, все вот эти? Кредиты берут. Все берут кредиты. Я, может, завтра в банк пойду, возьму кредиты. Это не значит, что я независим. Всегда есть выход такой. Ну, надо жить, надо брать кредиты. Потом отдадим. Это как бы... Есть независимость такая, брать кредиты? В том числе. Мы имеем право взять кредиты. Я думаю, это правильно. Отработать их, заработать их. Может, пора уже другим давать кредит? Или иметь как минимум свой бюджет, чтобы себя обеспечить, стать самостоятельным? Ну, пора бы, да, вообще говоря. Война идет, что же делать. Денег не хватает. Война жрет каждый день много денег. Ну, вы будете праздновать День независим? Конечно. Ну, в какой-то степени да, в какой-то нет. А что, вы снимаете? Ну, независима, она хочет быть независимой. Она немного зависима от России. От газа и так далее и тому подобное. От Рошена. Она зависит от Рошена. Нет. А что мы тогда вот празднуем 24-го числа? Ну, знаете, тяжелый вопрос. Почему тяжелый? Прежде всего, Украина, как бы, не имеет свободы слова. Нет такой демократии в понятии чисто европейском. Тяжело назвать это свободой. Не такую свободу, как бы я себе это представлял. А вы из Украины? Да, но проживаю в заграницах. А где, если не секрет? В Польше. Зависим. А вот у нас 24-го числа праздник, День независимости. Что мы тогда празднуем? Это вы кому? Для себя? Для интернет-канала. Что мы празднуем? Называние государства. Что, я больше не праздну? Наверное, нет. Полностью нет. А что мы тогда празднуем 24-го числа? День независимости. Но в геополитике мы не самостоятельны. Мы были сначала или под российской, или сейчас под европейским политиком, американским. Как самостоятельная политическая фигура в мире мы пока не сформировались. То есть за 25 лет мы не получили эту независимость? В каком-то смысле, да, получили. Но мы не формируем в мировом масштабе политику. Что дала вообще независимость Украины за 25 лет? Больше свободны стали люди. Передвижение во мнениях. Ну да, можно выехать, посмотреть мир. В этом смысле, да. В этом смысле, да. А вот что мы тогда празднуем 24-го числа? Не знаю. Трудно сказать. Ну вот как больше факторов? От новых факторов зависимо. Какие факторы? Ну вот, международного Европейского Союза. От Америки зависит, от России зависит. Тогда что мы празднуем 24-го числа? Ну, День образования независимого государства. А что оно нам дало? Ну, как, все-таки провозгласили независимое государство. И это прогресс. Мы так считаем. Ну, нет, ну, как, много делается для того, чтобы оно действительно стало независимым. Например? Дай Бог, чтобы мы все-таки через много лет обрели настоящую независимость. Как наша, моя мама мечтала. Царь твоей небес. А что Украина делает для того, чтобы утвердиться в своей независимости? В моей независимости. Ну, пытается сейчас всеми силами получить независимость от российского влияния. Как получится, я не знаю. Потому что 400 лет были под препаратом России, очень трудно. Мне кажется, мы пока не попадаем в зависимость от этих стран. Им просто нужно, я так понимаю, им нужно найти рынок, сбыт свои продукции, выложить сюда деньги, потому что у них экономические кризисы получать требуют. Но в этом они заинтересованы. Но нам нужно отвлечь из этого прибыль какую-то. Америка инвестирует во многие страны мира. Вот в Израиль. Они практически на американские инвестиции живут. Я была в Израиле и видела такой там уровень жизни. Поэтому я думаю, что ничего дурного нет, если сюда будут инвестировать американские и европейские деньги. Но не так, как Россия. Россия просто эксплуатирует и забирает. Всегда так было. Независимая от газа, от нефти. А что мы тогда празднуем 24-го числа? Да что мы празднуем. Просто выбрали себе день. Году. Да и празднуем себе. Девочки, я не хочу на эти вопросы ответить. Почему? Ну мы пытаемся быть независимыми, но нам еще очень тяжело и далеко до этого. А что мы тогда 24-го числа празднуем? Независимо. Если нам далеко до этого. Да, но мы же стремимся к ней. Почему мы не должны это праздновать? А кто-то спрашивает. Я, я спрашиваю. Ну а кто вы? Житель Киева. Ну просто это опрос, это опрос. Нет, мы независимы. А почему мы празднуем 24-го числа День независимости, если она зависит? Что это наш праздник? День независимости. Ну а что он подразумевает? День независимости. Ну как что подразумевает? Мы стали независимыми, якобы. Независимы от чего? Ну как от чего? От России. От Советского Союза. От Совка. А другие страны, вот европейские, от них можно быть зависимыми? Мы зависимы от них. Так, это тогда независимость, это зависимость. Мы экономически зависимы от них. То есть здесь суть в том, чтобы быть независимым от России? Нет, здесь суть в том, чтобы нужно быть независимым в своей стране, сами себе. Мы лезем туда, не знаю, с голой жопой лезем в Европу. Нам там делать нечто. Надо делать Европу здесь. А вы как считаете? Чтоб Европа пришла, чтоб просила нас прийти к ним, а не мы просились к ней. Вот тогда да. Поддержу. Не знаю. Нет, мы зависимы со всех сторон. А что мы тогда празднуем 24-го числа? Можете как сказать? Идиотизм. Конечно, зависимы. А что мы тогда празднуем 24-го числа? Что, празднуем? Мы не празднуем. А вы не будете праздновать? Ну как, ну что день, как день для нас, обычный день. Ну, а за что вот Украина за 25 лет независимости добилась? Ну, я считаю, что ничего хорошего. Извиняй. Конечно, нет. А что мы тогда празднуем 24-го числа? Ну, я вот на самом деле сам не знаю, что мы празднуем. Ну, вы будете праздновать? Нет.